После случившейся ситуации 20 мая 2010 года, эта нештатная ситуация была связана с вертикальными колебаниями пролетных строений мостового перехода в трех русловых пролетах, длина которых составляет 150 метров. На основании проведенных исследований ведущими институтами России было разработано техническое предложение по установке массовых демпферов. Их задача это, чтобы собственные колебания пролетного строения не вошли в резонанс, связанный с ветровой нагрузкой и от проходящего автотранспорта. Первое. Сброс воды, который влечет с собой изменение подмоскового русла. Второе. Направление ветра. Скорость ветра. Третье. Погодные условия. Температура. Может, послужило то, что было изменение температуры, прошел дождь, пролетные строения как бы стали остывать. И еще основная причина – это нагрузка от временной проходящего транспорта. Ну, у нас пролетные строения, три пролетных строения по 150 метров, остальные по 120-160 метров. Ну, общая дина – 1321 метр руслового массы. Может быть, даже и без остановки этих демпферов такая ситуация не повторилась. Все зависит от стечения обстоятельств, от многих факторов. Субтитры создавал DimaTorzok